Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Ну что, мои хорошие, деревенская коллекция растет. Посмотрите, сколько у нас уже красоты навытворялось. И сегодня я хочу показать вам, не побоюсь этого слова, очередной шедевр, который вы сможете сделать просто на раз-два своими руками. У меня это, скорее всего, будет хлебница. Возможно, я изменю свое мнение. Но посмотрите, какая красивая коробочка. Пусть это будет просто красивая коробочка. А уж применение, я думаю, что вы сами придумаете, какое у этой коробочки будет назначение. Сейчас давайте полюбуемся тем, что у меня получилось. Ну, а потом я подробнее вам расскажу, как эта красота создавалась. Боже! Друзья, я не знаю, я буду сейчас себя хвалить, потому что красота получилась неимоверная. Вот эту салфеточку я вчера начала вязать для этой коробочки. Сегодня пришла другая идея. В общем, идея, как из рога изобилия. Посмотрите, какая красота! Схему, конечно же, оставлю во вкладке в сообщество. Понадобилась мне донышко. Донышко от T-Decor. Там они самые дешевые от всей души. Благодарю T-Decor. Здесь все плотно. Внутри картон. Также благодарю магазин Ярн21, который прислал мне пряжу Элеганс, из которой связана эта коробка. Это намного красивее смотрится, нежели чем трикотажная пряжа. Конечно, нужно будет придумать вам каркас, чтобы это все вот так вот плотно было. Она достаточно такая плотная, большая, хорошая. Вот. Немножечко вашей фантазии, и получится вот такая красота. Да, друзья, я помню, что нужен эфир, когда мы продолжим вязать скатерть. Кстати, скатерть, еще же скатерть, которую я не принесла. Вот здесь вот домовых понаставила, всякие вазы, берегини. А про скатерть-то я и забыла. В общем, я говорю, коллекция растет. Так что скатерть, продолжение вязания, мотива, все будет. Я думаю, что вы меня простите. Два дня мы разбирали мебель, с Лешиком ездили в квартиру, которая продается. В общем, я ощутила на себе, что пора заниматься какой-то физической зарядкой или какими-то физическими нагрузками. Ходить-то мы любим, но вы знаете, когда с лестницы на лестницу, со стула на стул, это другая нагрузка. Вот такой степ у меня получился. Два дня мы разбирали кровать, громаднейший угловой шкаф, ну там полки и все подобное. Приезжали уставшие, просто валились с ног. Ну и, конечно же, вечерами я вязала, ну вот вчера начала и сегодня закончила вот эту салфетку. Так что продолжение будет. Скатерть вы свяжете. Я вам обещаю. Покажу соединение. Все это будет. Но, видите как, немножко хочу разбавить видео, потому что скатерть уже поднадоела. Вот такой красотой. Да, и вообще я тоже люблю несколько процессов, чтобы было не скучно и потом по итогу появляются на свет всякие корзинки, коробки, скатерти и все одномоментно. Ну и вы переключаете ваше внимание на другую, переключаетесь на другую работу и это, конечно же, не так утомляет, как однотонное какое-то нудное вязание. Это еще один мой совет для вас. Переключайтесь на другую какую-то деятельность и работа закипит. Ну, во всяком случае у меня так. Итак, вязала я вот эту салфетку из ириса, пришивала на машине, у меня было старое пальто, черный цвет к нему все цепляется, но не выбрасывайте вот такие вещи, особенно когда это войлок или шерсть. Вот видите, как мне пригодился вот этот черный кладчочек, потому что салфетка на вот этом фоне, который можно, конечно же, покрасить, но я не хочу это делать. Возможно, здесь будут меняться салфетки в зависимости от моего настроения. И, может быть, здесь будет там голубая салфетка, желтая, как угодно. Мне нужно было, чтобы эта салфетка была мобильной. Ну и вот это дерево, кстати, это донышко, я уже повторюсь, от Т-декор, зайдите, там очень приемлемые цены. Я не хотела его красить. А так, меняем салфетки, цвета, узоры, и будет вот такая красота. Так, вот здесь у меня, значит, тоже ткань бэушная. Это был мой сарафан. Сейчас я вам его покажу. И вот это вот кружево, вот, если так посмотреть, это был, я вязала давным-давно, может быть, 2-3 года назад, украшала валан этого сарафана. Вот так это все пригодилось. Сарафан у меня, сейчас покажу, что от него осталось, чтобы не быть голословной. Вот это был сарафан. Здесь был вот этот валан, который я отрезала. Ну, вот даже часть кружева где-то осталась. Сейчас, друзья, дотянусь. Вот эта ткань, где я украшала этот валан. Еще, может быть, еще куда-то пойдет. И, может быть, еще родится еще одна коробка. Вот так вот все пригодилось. И пошло в дело. И родился вот такой вот шедевр. Шедевр. Друзья, я вас уверяю, такой вот коробки, а уж как вы там будете ее применять, хлебница это будет, или просто коробка для тех же аксессуаров, там клубочков, моточков, или еще чего-то, не будет ни у кого. Это действительно шедевр. И будет он создан вашими руками. Ну, а потом я просто, когда связала, кстати, здесь я не все рядочки связала в этой салфетке. Схему вы увидите во вкладке в сообществе. Но это уникальная схема по той простой причине, что вязание идет на расширение, и каждый ряд является как бы законченным. Вот сколько рядов не свяжи, на каком остановись, и он будет смотреться как законченный ряд. Очень интересная схема и вяжется, ну, просто, просто, очень просто. Так что обратите внимание на эту салфетку. Здесь еще, по-моему, три ряда вверх. То есть она еще, по идее, будет больше. Кстати, донышко, по-моему, сейчас стоит 116 рублей, если я не ошибаюсь. А может быть и меньше вот это вот без рисунка. А вот это донышко, которая здесь у меня служит крышкой. По-моему, 116 рублей сейчас в Т-декоре. Сверху здесь вот эта пленка, это все тоже, его называют, жидкое стекло, или вот скатерть, о которой мы говорили, которую я тоже буду покупать, чтобы сверху положить навязанную скатерть, и чтобы праздник у вас был каждый день. Она легко моется, и вот, когда мы покупали вот эту пленку, остался кусочек. Там есть по размерам, она продается. И вот этот кусочек мне просто пригодился в дело. Я выбила специальным инструментом, сейчас вам его покажу, вот здесь вот дырочки, ну, то есть положила, обрисовала, потом в каждую дырочку ручкой залезала, делала, ну, как бы, отметки, и по этим отметкам, потом специальным инструментом повыбивала дырочки, прислонила этот круг, вот, к этому ажурному узору, ажурному донышку, и потом начала обвязывать. Вот пошла обвязывать, здесь 3,75 крючок на обвязку, по 3 столбика делала в каждую дырочку, ну, а потом просто провязывала столбики без накида, и получилась вот такая крышка. Кстати, друзья, еще одна идея. В этой крышке, с этой стороны, вы можете разрисовать акриловыми красками, добавить вот этим цветам, ну, немножко живности, что ли, чтобы они были как живые. Можно разукрасить в желтые, в зеленые, в голубые. И вот эта сторона, потом, конечно, покрасить лаком, либо покрыть такой же вот пленкой, вот этой вот скатертью из жидкого стекла, да, или гибкое стекло. Вот здесь вот закрыть, и у вас будет просто великолепнейший поднос. То есть, можно и вот так накрывать, да, эту корзинку, а можно и закрывать вот, ну, чтобы плотно было, если это хлебница, если там хранится хлебушек, чтобы вот так вот просто закрыть. Вот вам, пожалуйста, вот такая красивая хлебница. Ну, в общем, красивая коробка. Так что, друзья, дерзайте. Все в ваших руках. Включайте немножечко фантазию, и все у вас получится. У меня еще сейчас возникли идеи по поводу вот этих донышек. Я сегодня залезла в магазин Тедекор, посмотрела, почем там цены. А вы представляете, там же есть эти донышки разных форматов. То есть, есть круглые, есть овальные, есть квадратные, есть там в виде иньянь, вот этот вот, капелька вот эта. А вы представляете, если вот такое резное донышко заказать, да сделать им фартук на кухне. Посчитала я 5-метровый фартук на кухню из вот таких резных донышек квадратных, вернее, прямоугольных, размер 30 на 15, мне нужно 67 штук, чтобы 60 была высота и 5 метров длина фартука. Ну, там длина у меня будет угловая кухня, да, кухня все-таки большая в новом доме. Вот, я посчитала, это будет стоить около 12 тысяч рублей. Ну, или, думаю, что это не так дорого. Конечно, потом это дерево закрываем еще стеклом закаленным. Тоже есть в Леруашке, мы уже посмотрели. И вот такая тематика, это, мне кажется, это бомбическая тематика фартука для деревенского дома. Сейчас я вам покажу эти донышки. Вот это донышко, но здесь вот цена 200 с чем-то рублей, а я нашла по распродаже 187 рублей. Вы представляете, если вот это донышко использовать как плитку, кафельную плитку, которая вот деревянная, можно, кстати, его разукрасить, сделать цветным. Тут уж насколько хватит вашей фантазии. И я думаю, что, ну, 12 тысяч на 5-метровый, 5-метровый, 5-метровый вот этот фартук на кухне, вот такими вот украшениями в виде донышек, да, ой, в общем, друзья, не знаю, я просто, меня распирают всякие идеи по поводу дерева, по поводу вязания. В общем, это очередная идея, как украсить фартук на кухне вот такими донышками. Так что, берите на вооружение, там их, кстати, много, они разные, сейчас что-то тормозит интернет. Ну, в общем, зайдите в Т-декор, посмотрите, какая там красота и как можно немножко пофантазировать и воплотить это в жизнь, в реальность. Итак, друзья, вот такой инструмент вам понадобится, чтобы пробить вот эти дырки. Да, вообще, это инструмент для кожи, но для такой пленки, естественно, тоже подойдет. Вот эти вот дырочки, чтобы набить. Вот такая штука есть. Вот я набивала вот этой вот штукой. Здесь есть три вот такие насадки. Как вы понимаете, это самый большой диаметр. Они меняются, вот так вот накручиваются. И вот сюда вы стучите молотком. То есть, я ставлю на что-то деревянное, в данном случае я использовала разделочную доску, ставлю на эту пленку вот так вот и сюда стучу молотком. И вот здесь вот острая и получается вот такая дырка. Естественно, повторю, что вы сначала это все ручкой наметили, тоже дырочки наметили, в каждую дырочку показали, куда вам стучать, потом в эти точки и получаются вот такие дырки. Сразу у вас все закрывается. Коробка имеет полноправную многофункциональную крышку, то есть, ничего не пылится и еще можно использовать как поднос. Так что, имейте это в виду. Ну, красота красивая. Вот такой инструмент. Я покупала его в магазине при Семеновской фабрике. Там есть сейчас магазин, где продается все для рукоделия. И мельницу, вот машинку, на которой вязать вот эти вот шнуры. Вот в один день я купила и вот такую штуку. Она пригодится также, вот если вам нужно сделать дырку в коже, там дополнительную дырку в кожаном ремне. В общем, стоила она, по-моему, около 200 рублей. Так что присмотритесь, очень классная вещь. Ну, а теперь расскажу, как я делала вот эту основу для коробки. Внутри картон. Это обычный гофрированный картон. По-моему, приходили нам шкафы, так что вот тоже не выбрасывайте. Где-то за диван положили эту длинную коробку, если это был шкаф. это очень нужный материал, потому что мне нужно было длинное, чтобы мне хватило на вот этот большой диаметр. Из обычной коробки там из-под обуви не подойдет, потому что там мало, там нужно дотачивать, а вам нужен цельный вот этот вот диаметр. Вы вырезали из, говорю, из гофрированного вот этого картона. Он по этой гофре вот так вот гнется. Видите? Вот просто гнется. Можно больше даже согнуть. Вот так через каждый сантиметр. И потом просто обшиваете. Я брала вот эту ткань. Вот так вот просто заворачивала этот картон. вот так вот в два оборота как вот тот же самый та же самая кружева то же самое которое вот здесь вот вы видите. Сделайте его так заверните так чтобы оно было у вас на вашем уровне который вы хотите. И все и потом просто отгладили естественно все расправили все у вас хорошо и прострочили на машине. Все дальше просто вот это вот собрали вставили вот это все вот сюда хорошо расправили лучше делайте с запасом потому что лишнее вы потом чтобы у вас вот здесь вот вот он у меня стык в стык чтобы у вас все вот здесь вот сошлось отрежете завернете и вот здесь вот оставите немножечко ткани чтобы потом вот так вот это опять же на машинке вот здесь вот застрочить и все готовое готовый вкладыш который будет держать форму вашей коробки у вас готов потом просто это вставляете и аккуратненько по периметру вот здесь вот вверху и внизу вручную пришьете я вам даже сейчас здесь покажу вот он пришит вручную вот естественно вы будете делать стежки по этой стороне а здесь ну как по тайной шов чтобы не было видно ну вот стежок вот даже сейчас его я увидела вот вверху прошили руками и внизу зафиксировали ваш этот картон и у вас получается очень плотная держащая форму коробка если как бы испачкается вот эта вот часть да просто отпарываем здесь и меняем другую ткань но уверяю вам хватит вот этого ну надолго если конечно вы будете использовать менее марки материал то есть менее марку и ткань то естественно эта коробка будет вам служить долго долго и радовать вас посмотрите как красиво можно вот таких навязать вот этот черный фон для белой ткани для белой пряжи он просто ну просто идеален посмотрите как нарядно смотрится салфетка вот я сейчас не могу вам показать но когда я эту салфетку просто клала вот сюда вообще не то ну вот от слова совсем но как только я поменяла вот этот черный фон кстати вот здесь вот надо ниточку отрезать вот заправить это вот видите не доделала я как только я поменяла вот этот черный фон сразу салфетка просто заиграла очень нарядно смотрится таких салфеток можно навязать да в икеевскую рамку да поставить на полочке которые допустим будут украшать ваши изголовья разных размеров разных расцветов чтобы это все подходило под тон вашей спальни это будет просто шедевральная спальня и поверьте это будет только ваша спальня такое вы мало где увидите ну вот мои хорошие по моему все я вам рассказала салфеточку оставлю во вкладке в сообществе не буду уже обещать когда мы с вами продолжим вязать скатерть в прямом эфире сейчас я опять еду по делам мне нужно купить полки восстановить холодильник старый это другой конец москвы опять заеду на квартиру которая продается отвезу туда потому что будет все будем вывозить оттуда чтобы уже сразу все поставить в холодильник и как бы ехать на новое место жительства так что дела как только я буду готова да даже не буду объявлять эфиры остаются в записи кому нужно тот всегда найдет ну а кто будет в это время в прямом эфире со мной я вас всех буду приветствовать мы эту скатерть обязательно свяжем от и до от начала и до конца у вас тоже будет такая красивучая скатерть все мои хорошие на этом я с вами прощаюсь всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Сидникова пока пока